Так, сегодня начнем программировать на PyQ. Напишем первую простенькую программу. Но для начала покажу один момент, который я забыл показать в прошлом уроке. После того, как мы установили PyQ, у нас в менюшке в пуске появилась вот такая вот такой пунктик. Значит, вот PyQ GPL и версия дальше. Выбираем его. Здесь есть папочка examples. Выбираем examples и вот запускаем файл PyQ examples and demos. Здесь нажимаем ok. Он предупреждает, что нет документации. Нам не важно это. Нажимаем ok. Запускается такая программка. Эту программку мы уже видели, когда устанавливали Qt. Эта программка в принципе аналог. Только единственное, вот это вот написано уже на питоне. Та была написана на C++, а эта написана на питоне с использованием PyQ. Значит, здесь примеров поменьше, но к ним есть исходные тексты, исходный код этих примеров. Поэтому туда можно заглядывать, пользоваться. Очень удобно. Значит, ну вот, допустим, выберем первый пункт. Вот, значит, выбираем какую-нибудь программку. Нажимаем launch. Программка запускается. Вот, программка рабочая. В данном случае текстовый редактор. Так, ну ладно, в общем, хотел показать этот момент. Так, значит, давайте писать программу. Значит, я буду весь код писать в Eclipse. Мне он больше всего нравится. Рекомендую тоже вам так делать. Значит, создадим новый проект. Для этого выберем файл new pydev project. Вот. И еще можно вот здесь, вот правой кнопкой мышки, файл new project pydev next. Так, значит, здесь надо какое-нибудь имя написать. Ну, пускай будет такое. Значит, важный момент. Вот здесь вот по умолчанию стоит версия питона 2.7. Нужно поменять на 3. Значит, во-первых, я установил третью версию. Вам тоже рекомендовал устанавливать третью версию. Если у вас вторая, ну там, например, 2.7, то да, ставьте 2.7. А если у вас 3, третья версия или там 3.3 или там 3.4. Вот. Выбираем вот это. Так. Все. Значит, нажимаем finish. Все. Проект создан. Значит, все файлы этого проекта будут располагаться вот в папочке src. Пока она пустая. Значит, добавим один файлик. Значит, файл правой кнопкой мышки щелкаем. Нажимаем new. И вот выбираем файл. Так. Надо написать имя этого файла. Ну, пускай назовем его так же, как и проект. Только добавим расширение. Точка py. Нажимаем finish. Все. Файл создался. Он пустой. Теперь осталось сюда текст программы вбить. Значит, хочу показать один сайт. Значит, вот wikipeton.sum. Документация и введение в среду PyQt4. Значит, вот по этому руководству я в свое время, там, несколько лет назад, вот как раз PyQt и изучал. Вот это руководство, это, на мой взгляд, лучшее, что вот мне попадалось. Я не видел ничего более простого и понятного. Значит, очень хорошие примеры. Они идут по нарастающей сложности. Значит, теории очень мало. Значит, много примеров, простеньких программ, на которых сразу все становится понятно. Поэтому вот автору большое спасибо. Значит, вот рекомендую по этой ссылке перейти и вот прочитать. Значит, ну, изучать параллельно с тем, как вот я буду в видео показывать все это дело. Значит, примеры буду брать прямо отсюда, потому что не вижу смысла придумывать свои примеры, если вот автор вот этого вот пособия придумал очень хорошие примеры уже. Поэтому позаимствуем. Значит, вот первая программа. Значит, простенькая. Выделяем. Да, кстати, вот по умолчанию здесь вот включено показывать номера строк. Если вот мы будем выделять так, то номера строк тоже выделяются. Нам это не нужно. Значит, нажимаем сюда. Вот. И выделяем код программы. Так, значит, вставляем. Так, все программа, можно сказать, написана. Значит, теперь надо ее запустить. Для этого вот идем в Run. Выбираем Run. Появляется появляется вот такая менюшка. Здесь выбираем Python Run. Нажимаем ОК. Вот, значит, появилась первая программка наша. Собственно, вот результат. Это простое окно. Оно пустое. Здесь ничего нет. У него есть заголовок. Вот. Его можно перемещать. Его можно сворачивать. Разворачивать. Ну, и закрывать тоже. Собственно, вот такая вот программа. Она, конечно, пока ничего полезного не делает. Но вот как демонстрация возможностей. То есть, смотрите. Мы написали всего лишь ну, ну, буквально несколько строчек. А уже появилось вот такой вот объект. довольно-таки сложный. Вот. То есть, вот в чем прелесть как раз вот фреймворка Qt. То, что там сделано много заготовок. Например, вот вот это вот. Так, сейчас запущу. Значит, вот это вот окошко. Это можно сказать заготовка. Вот. В которую мы потом будем добавлять там разные вещи, которые функционал вот этому окошку дадут какой-то. вот это вот окошко это заготовка. И вот мы вот в этом коде фактически говорим. Вот. Нам нужна эта заготовка. Мы хотим ей воспользоваться. И все. Нам ее сразу дают. И мы можем делать с ней что хотим. То есть, нам не надо с нуля ее создавать. Вот в чем прелесть Qt. Так. теперь давайте разберем вот этот вот код по порядку. Значит, первая строка Import Sys. Она говорит о том, что мы в своей программе будем использовать модуль Sys. Значит, что такое модуль? Модуль это вот некое дополнение для питона, которое несет в себе какой-то функционал. То есть, вот например, вот хотим мы создать какую-нибудь игрушку. вот там и вот какой-нибудь добрый человек написал модуль, который очень удобен для создания игрушки. И мы просто вот берем этот модуль себе копируем в своей программе пишем, что мы будем его использовать и пользуемся вот всем тем, что этот модуль предоставляет. То есть, вот что такое модуль и зачем нужен. Значит, эта строчка говорит, мы будем использовать модуль Sys. Значит, вторая строчка. Вторая строчка говорит, из модуля PyQt4 мы будем использовать только объект QtGUI. То есть, в принципе, можно было вот эту строчку заменить на import PyQt4. Вот. Но вот так вот как бы писать более грамотно, потому что в модуле PyQt4 много ненужного нам. вот. И это скажется на производительности программы. Вот. Поэтому мы четко указываем, что из модуля PyQt4 будем использовать только вот QtGUI. Дальше. Дальше мы создаем так называемый объект App. Значит, мы создаем вот этот вот объект QtGUI Application. Значит, это вот основной объект программы. То есть, вот без его создания программы на PyQt не будет. Значит, это такая вот как бы можно сказать пока что для нас магическая строчка. Сложно вот начинающим вот так вот объяснить, что вот означает эта строка. Но вот тут как смог так объяснил. Значит, мы вызываем там некоторый объект QtGUI Application и передаем ему параметр командной строки. Вот что вот это означает. Вот это вот sys.rgv. если непонятно, что эта строчка означает, ничего страшного. Значит, на начальном этапе это можно как бы пропускать мимо ушей. Просто ее вот как бы копировать в своей программе и программа будет работать. значит, дальше. В Qt есть такое понятие как виджет. То есть, вот, например, то окошечко, которое давайте еще раз. Значит, вот это окошечко это виджет. Вот. Потом вот какая-нибудь кнопочка вот и можно сюда будет потом кнопочку добавить. Вот. Это будет тоже виджет. Вот менюшка, которая вот есть в Eclipse это тоже виджет. То есть, вот все такие вот ну скажем так вот визуальные вещи вот которые дают какой-то функционал они называются виджетами. Значит, вот и мы создаем виджет из класса QtGUI QWidget. Значит, вот я сказал такое новое слово класс. Оно очень часто используется в объектно-ориентированном программировании. Значит, а по Eclipse он собственно весь построен на объектах. Вот. Ну, постараюсь как-то вот впоследствии и немножко рассказывать о том, что такое объектно-ориентированное программирование. Ну, если коротенько, то вот есть некие классы объектов. Вот. QtGUI QWidget это вот класс. И мы создаем объект этого класса. То есть, делаем переменную виджет и она будет являться объектом этого класса. Дальше. С этим объектом, после того, как мы создали вот эту строчку мы написали, все вот с этого момента вот я его отделю, все вот с этого момента виджет создался. Дальше мы с этим виджетом можем делать там разные интересные вещи. Например, вот вторая строчка, ну не вторая, вот эта вот, седьмая. Виджет точка resize 250-150. Она говорит о том, что мы этому виджету задаем новый размер и указываем значит 250 на 150. То есть, это размер по горизонтали, это размер по вертикали. ну давайте запускаем. вот запомнили примерно размер этого окошечка. Теперь давайте поменяем. Ну здесь поставим 550, ну пускай будет 550 на 150. Запускаем. Значит вот видим, что окошечко теперь у нас другого размера. Так, ну понятно, что можно здесь и по вертикали тоже увеличить, но сделаем его квадратным. Так, запускаем. Значит вот квадратное окошко. Так, ну давайте ладно вернем прежний размер. Значит resize это вот просто в переводе с английского изменить размер. Значит вот кстати давайте обратим внимание на вот саму вот эту строчку. Значит что мы делаем? Вот предыдущей строчкой мы создали виджет вот виджет то есть нет давайте по-другому скажем. Мы создали объект который назвали виджет и объект вот такого вот класса. Вот значит теперь мы вот с этим созданным объектом можем делать некие операции которые вот в этом классе заранее описаны. Список этих операций есть в документации но пока так далеко лезть не будем. Значит вот одна из этих операций resize то есть для того чтобы совершать операции над объектом мы пишем имя этого объекта в данном случае виджет потом ставим точечку и вот кстати вот за что я люблю eclipse он нам подсказывает какие операции мы можем совершать над объектом вот посмотрите здесь куча операций всевозможных и вот например начнем писать resize так а что это он не дополняет ну-ка так так странно что-то он вот resize не хочет дополнять ну ладно в общем к чему я это все рассказывал а вот да значит объект потом ставится точка потом указывается операция которая доступна этому объекту вот операция может быть без параметров передаваемых к ней вот как здесь вот а может быть с параметрами которые туда передаются так значит ну вот кстати тоже хороший пример вот я строчку то не дописал вот начал писать но не закончил и вот eclipse сразу поставил вот сюда вот такой красненький крестик это вот он сразу нашел ошибку в коде то есть мы еще даже программу не запустили кстати вот если мы еще попробуем запустить то она не запустится и вы значит вот в консоли нам напишут синтаксическая ошибка значит в строке девятый вот можно сюда нажать и вот он переходит как раз на эту ошибку так ладно значит вообще вот желательно бы конечно ознакомиться с азами объектно ориентированного программирования прежде чем вот изучать PyQ потому что вот это все будет построено на объектах ну в общем опять же постараюсь об этом рассказывать значит так идем дальше значит поменяли мы размер этого виджета следующая строчка значит вот опять имя виджет потом стоит точка и дальше тоже идет какая-то операция над этим объектом значит вот здесь передается вот это вот вот этому методу вот эти операции над объектом называются методы по-научному так вот этому методу передается строка simple вот значит ну давайте вот запустим еще раз программу значит вот мы видим что здесь вот есть тоже вот в заголовке окна simple ну несложно догадаться что вот эта вот строка как раз задает заголовок этому виджету то есть этому окну и вот если прочитать вот в переводе с английского set window title как раз и переводится как установить заголовок окна ну давайте вот поиграемся изменим так запустим вот видите все все очень просто здесь делается так ладно не будем портить вернем так значит и следующая строка виджет точка show смотрите здесь никаких параметров не передается но все равно скобочки ставится это важно вот значит show в переводе с английского показать то есть изначально объект вот этот вот виджет он создался но он скрыт и чтобы его вывести на экран его нужно показать вот эта строка как раз за это и отвечает давайте вот сделаем хитрость мы закомментируем эту строку то есть в питоне комментарии начинаются вот с такого значка значит и вот все что идет после этого значка на какое-то время не учитывается то есть вот если мы запустим эту программу то вот Eclipse как бы вообще не заметит вот этой строчки то есть как будто мы ее удалили то есть вот что называется комментарий то есть в комментарии можно писать все что угодно да только пока по русски не пишите а то он ошибку выдаст я потом в последующих уроках скажу почему так значит вот закомментировали мы эту строчку ну чего запускаем программу значит смотрите программа запустилась вот программа запустилась но никакого окошка не появилось вот значит теперь раскомментируем строчку и снова запустим вот теперь теперь она запускается но и окошко появляется так значит и последняя строчка sys.exit и вот передается в нее такой вот аргумент up.exe значит вот это вот будем тоже эту строчку считать некой магической строчкой которую мы пока не понимаем но значит скажу что эта строчка она запускает бесконечный цикл программы что такое бесконечный он не совсем бесконечный но в общем запускает главный цикл программы значит главный цикл программы так сейчас как бы так сказать ну в общем суть в том что вот пока вот это окошко запущено компьютер ну то есть программа обрабатывает все действия непрерывно обрабатывает все действия происходящие с этим окошком то есть вот смотрите я его двигаю то есть подвожу мышку зажимаю мышку значит начинаю двигать оно двигается то есть я совершаю некое действие и вот программа на это действие отвечает неким запрограммированным образом и она это делает постоянно то есть вот запущен цикл который обрабатывает вот все вот эти вот действия с этой программой значит и вот как только я нажимаю этот крестик то этот цикл прерывается и программа завершается значит я думаю хватит для первого урока значит вот самую простую мы программку написали более-менее разобрали код значит вот есть некие магические строчки но это неизбежно я вот например создавал уже более-менее такие сложные программы я написал свой текстовый редактор и только вот прошло полгода и вот потом уже более-менее начал понимать что же означает вот эта вот строчка и вот эта вот строчка поэтому ну ничего страшного если вы сразу не поймете так ну этот урок закончим в следующих уроках будем постепенно переходить к более сложным примерам и может быть эту программу усложнять может быть писать какие-то другие простенькие ну в общем все то вот 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 Продолжение следует...